Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. У меня сегодня день красоты. Беру вас с собой. Мы сейчас едем на маникюр. Наконец-то. Ура, слава Богу. Пока папа наш два дня дома, я решила себе устроить такой релакс. У нас сегодня мороз, снег. Вроде дорогу чуть-чуть почистили. Но гулять сегодня не пойдем. В общем, сейчас полдесятого утра. Ксюша в школе, папа с Крестюшкой, я еду на маникюр. Ура, ура, ура. И сегодня на 4 еще записано в парикмахерскую. Наконец-то постригусь, девчонки. Я не стригусь, мне кажется, месяцев 8. Сколько вот я отращивала длину, да? Не свистануться бы, иду такая с телефоном. Тут колея, под ней лед. Вот, будем стричься. Все потом расскажу. На машине не еду, потому что нифига не почищено. Не хочу буксовать нигде. Иду на остановку. Все, девчонки, приехала уже на автобусе. Фу. Покачу, это у меня редко езжу в общественном транспорте. В общем, пока с Юлькой там поговорили. Я ей про операцию про свою рассказала и так далее. Много всяких новостей. Сделала маникюр. Майка ратыши теперь сейчас покажу вблизи. Сейчас быстро в магазин забегу. Куплю домой хлебушка. Там что-то еще нужно. Кефирчик себе. И бегу к папе. Потому что сейчас надо мелочь уже кормить, укладывать. И к 4 на стрижку. Покажу вот тогда. Ксюшка сейчас одевается, тоже идут со школы. Придет. Такая вот красота. Фокусируйся. Это такая база нюдовая. Сиреневым таким патоном с крошкой. Крошка такая, какая-то темно-синяя, что ли. Не пойму, девчонки. Фокус. Фокус. В общем, вот так красивенько. Мне очень нравится. Лаконично. Симпатично. Во. Поймала фокус вблизи. Здорово. Надоело мне злиными ходить уже. Так неудобно. С коротышами удобней. Все. Теперь погнала на стрижку. Уложила мелкую. Покормила. Сейчас пол четвертого. Она еще спит с часу. Проснется. Покормят теперь сами. Иду опять на остановку. На машине не поехала, естественно, тоже. Потому что хоть и сутки уже после сних облада прошли. Дорога у нас полная хрень. Холодно. Морозно. В общем, покажу вам тогда в салоне до-после. Пришла, девчонки, да не знаю, где парикмахерская. Потому что тут впервые. Наверное, вот этот салон красоты сейчас позвоню своей Катюшке. Мой наставник, мой директор. Она живет вот тут. Она должна знать, сколько в ее доме парикмахерских. Сейчас будем с вами коралловый кальций пробовать. А вчера в комментариях многие писали про шунгит. Я, кстати, его заказала на озоне. Единственное, мне напрягает, что там его промывать надо и настаивать долго. Ну, не знаю, посмотрим, будем пробовать. Интересно, да? Все, что про здоровье, я всегда за. Так, коралловый кальций, минеральная композиция. Аккуратно вскройте верхнюю часть упаковки. Достаньте один пакетик саше. Поместите его в емкость полтора литра. Налейте в емкость полтора литра воды. Продукт готов. Отвреление через 30-40 минут. Ага, у меня в кувшине уже вода. Сейчас мы ее отсюда выльем. Достаю вместе с вами. Даже не представляю, что там аккуратно достаньте написано. О, тут пакетики. Смотрите. Там мелкий песок. Я думала, это какие-то кусочки такие побольше будут. Пахнет бинтами. Так. Бабах. Я в стакан и воду из кувшина перелила. И сейчас обратно заливаем сюда. Как раз тут где-то должно быть. Литра полтора. Блин, стакан с горкой прям. Так. Так. Еще одна кружечка. Блин, я не помню, сколько в этом кувшине. Мне кажется, еще надо подлить. Я забыла. Мне кажется, здесь 2 литра. До сюда сейчас подолью. Подлила. Мы так как бы используем чистую воду. И мне еще интересно, девчонки, надо ли потом перемешивать этот пакетик или нет с водичкой. 30-40 минут ждем. И мне интересно, можно ли его использовать повторно. Вот это тоже интересный вопрос. Сейчас залезу на сайт, пока почитаю отзывы. Потому что здесь ничего такого нету. Сейчас, девчонки, буду делать омлет в мультиварке. Для себя и для Крестюшки. 3 яйца, что-то я, наверное, похорячила. Сейчас, наверное, 2 яйца, молочка. Туда добавлю немножко сыра, чуть-чуть присолю и чуть-чуть укропчика для аромата. Разолью по формочкам и в мультиварку. Про мультиварку вы спрашивали? Сейчас про нее тоже расскажу. Кружечки перемешиваю. Я первый раз буду делать в мультиварке омлет, если честно. И первый раз давать в Крестюшу. Не знаю, ценит, нет. Потому что каша она у меня не оценила. Пока какие бы только не пробовали. Даже с фруктовым пюре и с фруктами мешала. Не хочет маленькая. Любит очень овощи и мясо. Я думаю, омлет должен зайти. У нее, в принципе, мои вкусовые предпочтения. Вот, сейчас все хорошенько взболтаем. Я немножко сыра добавила сюда, а остальное с укропчиком сверху. Положила на дно по маленькому кусочку сливочного масла. Боюсь, прилипнет. Ложечкой разлила, поставила в мультиварку. Там у меня уже вода в чашу налита. Сейчас чуть-чуть укропчик сыра вот так бросаю сверху. Текст. Мне вчера знакомая посоветовала делать в пакетике варить. Говорит, получается очень воздушный. Я говорю, ну ладно, я уже первый раз попробую в формочках. В мультиварке, а потом в пакете. Он, говорит, такой получается достаточно густой. Можно даже порезать. В общем, похвалила мне этот способ. И его обязательно тоже попробуем. Так. Все, практически. И по мультиварке, девчонки. У меня Redmond. Причем вторая Redmond. Уже подряд первую мы... Сверху сюда попал. Первую мы уронили. И сенсорная панель у нас помялась. И не все кнопки работают. Я решила ее заменить. Так. Вот у нас с вами панель. Выбираем режим... А, сначала включаем. Сеть. Сейчас. Угу. Она запрещала. Выбираем режим с вами пар. 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 Старт. Я, наверное, еще на 2 минутки увеличу. Старт. Все, погнали. Через... Слушайте, хотя бы лет 30. Идут что-то, мне кажется, наоборот, мне нужно... Блин, неудобно. Вы не видите, наоборот, мне надо уменьшить. Давайте минут 27 попробуем. Вот так, да. Вот. В общем, вот тут режимы. Единственный ее, как бы, недостаток. Это чаша. Какая у меня модель, я не знаю, там написано. Нет, 5-литровую я взяла, чтобы, если что, готовить супы и так далее. Но, в основном, все на пару сейчас тут готовлю нам с крестюшка. А вот модель, если вам интересно. Девчонки писали, не могут определиться с моделью, да? Открывается она вот так. И вот эта вот сама чаша внутри, она достаточно тонкая. Ее можно поцарапать, если часто готовите в мультиварке. Но если хорошо будете обращаться с ней, как бы, ничего этой чаши не будет, да? А так она достаточно тонкая. Вот в отзывах так писали. Но я все равно почему-то вот вторую мультиварку в своей жизни была именно Редминд. Не знаю, мне нравится. Здесь отсек для пара. Сейчас я его немножко вот так аккуратно от холодильника отверну. Чтобы пара в холодильник не шла, потому что уже вот закипела. Чтобы не пролить свой омлет. Ага. Все. Уже, видите, зашуршала, закипела. Еще немножечко разверну. О, вот так. Ну, как бы с другой стороны она обычная. Здесь есть такой отсек. Он во всех мультиварках, девчонки, вот такой пластиковый. Куда собирается, если что, накипь, всякая грязь. Вот. У меня пока он чистый. Готовим на пару, ничего такого нет. Испарения никаких вредных, грязных. Вот. Так что вот так. В принципе, мне нравится. Меня устраивает в плане работы, в плане того, как служит. Да? Первую чашу я, кстати, немножко поцарапала. И на ней уже пригорало. Если, допустим, что-то обжаривать, то пригорает. Это пока у меня не царапанное. Но все равно покрытие слабое. Покрытие слабое, металл тонкий. Вот в этом плане минус. Так что про мультиварки Redmond я вам рассказала. Ждем омлет. Сидит, просит корм Фаберлик. Подселка. Правильно? Ой, вчера одна дама написала в комментариях такой бред. Девчонки, типа, что вы кормите вискосом? Она еще. А состав ты не посмотрела? Она еще написала эта группа. Пока не забанила. Сегодня, наверное, забаню. Но она мне что-то не отвечает. Мне интересно, что она мне ответит. Вискосом кормите кошек. А вы состав видели? Болеют, поэтому он у вас блюет. Вот вообще больная хочется написать. Он блюет, когда... Не блюет, а как бы срыгивает. Когда ест... Фрискос я ему попробовала вот такой вот жидкий покупать. Вот он от него, да. Китикат он вообще не ест. Вот такой желе. Да, сухой корм вискос идеально. У меня кошка, царствие небесное, почти в 17 лет умерла. И всю свою жизнь она ела исключительно вискос. Исключительно вискос. У нас в основном сухой корм, но изредка вот такой вот жилет. И у нее никогда ничего не болело. Уже в 16 лет ее тряпанул инсульт. Я ее как бы спасла, откапала, вылечила. Но она потом все равно прожила, но не сильно долго. У нее была нарушена уже координация. И вот перекосила немножко рот тоже. Вот это уже, ну совсем она у нас старенькая. Она пожила много на вискосе. Вот как начнут ахинею писать, я не могу, девчонки. Вот просто. Это такой бред, я прям не могу. Я уже не могу такие комментарии читать спокойно. Да я обычно просто баню, но вчера я ответила. Мне прям захотелось. Так, сейчас будем кота кормить. Откроют уже, пороги обивает. Он сейчас сожрет мою руку вместе с кормом. Потерпи. Будешь есть сейчас. Ну, Макс, дай насыплю-то хоть. Ласкается. Где-то 1 треть пачки он за раз съедает. Здесь, кстати, много. Мне кажется, здесь вес больше, чем, допустим, вискос такой. 1 треть пачки он съедает, а то он может не доесть. То есть ему такой пачки, в принципе, на день нормально. Одной. На три раза. Он прям с удовольствием его кушает. И выпрашивает, ходит. В следующий раз закажу, наверное, большую упаковку. Мне кажется, большая упаковка, одна штука у нас осталась там. Выходит дешевле. Есть по 5 штук, еще по сколько-то. Надо посмотреть. Есть не разберут сейчас, конечно. Я болтанула кальций. И прошло уже полчаса практически. Давайте попробуем. Пакетик там плавает. Я, если какой-то вкус есть, воду пить не могу. Мы берем воду. У нас новый автомат поставили. На районе, скажем так, но близко от дома. Мы там берем воду в канистрах. Она без вкуса, без всего чистенькая. Еще озоном бутылочки обрабатываются. Мне так очень нравится. Из источников, из родников. Я пить воду не могу. Я чувствую там вкус. Очень много примесей, вот этих всяких металлов, минералов. Вот я не могу. Пробуем. Какая была, такая есть вода. Нет, она мягче, мне кажется. Слушайте, я сейчас налью обычную воду из канистры в другую кружку, чтобы сравнить, чтобы не быть голословными, да? Ну, не, то же самое. Абсолютно то же самое. То есть на вкусовые качества никак не влияют. Абсолютно. Все как бы то же самое. Ну, не знаю, кто пил, девчонки, коралловый кальций, напишите. Я еще боюсь, знаете, что кальций, после камней в желчном, я не хочу камней в почках. Поэтому такими вещами, с минералами, да, тоже нельзя сильно увлекаться. Раз уж налила водички, надо бахнуть гепатофорты. Я, не знаю, большую часть уже выпила. Не могу ничего пока сказать. В конце января пойду сдавать анализы на прием к врачу. Посмотрю, что скажет. По две капсулы пью, запивая стаканом воды в день. И пью вот сбор гастро. Вот пойду сдавать анализы, посмотрим, что там у меня. Так, а сейчас, девчонки, я вам нормально так и не показала стрижку. Я пойду сейчас голову ломать, голову помою, ложусь и покажу. В принципе, ничего так сильно не изменилось. Ну, длина, конечно, сантиметров, мы с вами почти пять убрали, да. Но они стали получше уже. Сухостой более-менее состригся. Мне парикмахер еще сказала, прикольная девчонка, кстати, такая, понравилась мне очень. У меня все знакомые, оказывается, практически к ней ходят. Вот. И она говорит, тебя устраивает твой цвет волос? Я говорю, ну да. Ты видел, что он желтый? Желто-зеленый. Я говорю, ну, потому что я осветлялась, много экспериментов с волосами, там туда-сюда, на кончиках. Ну, вот сейчас мы это все практически сострили. Где ты осветлялась, если, говорит, ты будешь краситься вот, ну, 8-11, 8-1 и так далее, в эти оттенки, у тебя будет зелень всегда. Всегда. Даже, говорит, ну, не надейся как-то по-другому. Я говорю, ну, ничего, сейчас растимся, состригу пока. Просто буду красить. Говорит, на корнях у тебя все нормально, все отлично, цвет хороший. Я говорю, ну, конечно, там волосы свои, потому что осветлялась я давно уже, да, последний раз, девчонки, вы помните? Вот. В общем, она меня за цвет немножко покритиковала. Сейчас скоро краситься, кстати, будем, потому что корни уже отросли. В следующей неделе покрасимся седые. А пойду пока мыть волосы. Смотрите, какая прелесть. Он еще, когда я открыла, вообще был вверх. Ой, будь здоров, Маньки. Поднятый вверх. Да будь здоров, сладкий. На руках сидит у меня, мы трясемся. В общем, такой прикольный. Сейчас он остынет, я его попробую вывалить в тарелочку, показать вам. Ну, в общем, вот так выглядит моя стрижка. Не пойму, почему они у меня тут стоят неровно. Потому что сухие, пожены. Ну, вот, посушилась. Просто феном. Сзади коротко, как вам показывать. В общем, сзади такая короткая макушка. Надо сейчас что-нибудь нанести, какой-нибудь флюид. Вот тут прям какие-то они сухие у меня. Но до сюда нам еще далеко. В общем, так, это корайное удлинение. Кончики не филировали практически, да. Тюш-летки. То же самое, что было, короче говоря, короче. Я его попробовала вывалить в тарелку. Он куском одним не вывалит. Сейчас, Крестюша маленький. Вот. Это Крестюша поела половинку. И остальные съела я. В общем, он не вываливается. Мы отсюда ложкой его вычерпывали. Но это на половинку съела. Все, больше не хочет. Не знаю. В следующий раз, может, попробую в пакете. Так вкусно. Очень вкусно. Но надо ложечкой вычерпывать. Или совсем прям смазывать форму маслом. Но я не хочу так много. А так он вкусный получился. Вот он какой сверху. Воздушный такой, легенький. Все как бы здорово. Но плохо вот из этих форм, конечно, он вылезает. Вот так лучше видно. Ну, в общем, вот. Вот такая вот история. Только волосы все все равно, блин, они обламывались. Видимо, сухие, видите. Ни одной пока еще длины. Ну, вот сращиваю. Не знаю, теперь через сколько постригусь. Еще через 8 месяцев, наверное. Так как бы все нормальненько, все достойно. Довольно объемненько. Ну, это я только посушила. Сейчас можно еще сухой шампунь нанести. Кстати, помыла голову шампунем капс с масочкой. Как-то все равно суховато. Надо еще что-то нанести. Капус. Не капс, а керасис. Сейчас сделаю заказ на сайте РНДВ. И хочу из керасиса еще что-нибудь попробовать. Потому что мне очень нравится прям их уход за волосами. Возьму какой-нибудь еще шампунь и масочку. Сейчас будем готовить с вами запеканку творожную. Очень люблю этот рецепт. Именно решила с вами поделиться. У меня что-то вообще в последнее время, последние дни какие-то кулинарные изыски. Сегодня тоже готовила вкусняшку, но не успела вам снять. В следующий раз снимаю. Очень классный ПП-завтрак. Так, здесь у меня манка. Я люблю с манкой. Она получается нежная, классная. Манка у меня замочена в молоке. Туда я уже добавила немножко ванилина. Я потом еще добавлю в процессе замеса. У меня там много его. Так она ароматнее, как мороженое вообще получается. Сюда я добавила уже, наверное, столовую ложку сайхара. И 1 треть чайной ложки соли. Соль добавляем обязательно. Она придает особенный вкус. Хоть щепотку, но добавить надо. И вот она у меня стоит, пока мокнет. Вот, потом мы с вами погружным блендером все будем тут смешивать. Я не знаю, сколько возьму пачек творога. У меня 2. Здесь сколько грамм у нас в каждой пачке? 5%. Масса 300 грамм. Наверное, одной пачки мне хватит, я думаю. И 3 яйца. Я их еще пока не доставала из холодильника. Нам нужно, собственно говоря, вот и все. Никакой муки у нас ничего не будет. Вместо нее у нас манка нежнятина. Сметана нам нужна для подачи, естественно. И масло. Я чуть в последнее время лебедян, девчонки, полюбила молочную продукцию. Мне так нравится. Масло безумно мягкое. Да, оно 72,5. Кто-то скажет, что это не масло. Но оно безумно мягкое. Даже когда его достаешь из морозилки, оно не застывает. Допустим, бежен лук и другие масла. Оно всегда мягкое. Даже из холодильника. Вот это мне нравится. И мне прям вся молочка. Вот лебедянь в последнее время я очень люблю. Так, так что вот так. Пока у нас манка замачивается. Она уже у меня чуть набухла была вообще вода. Манки сколько, девчонки? Все на глаз. Вот все на глаз. Вот сколько тут у меня манки? Ну, ложек 6 столовых точно. Мне кажется, ложек 7 столовых. Ложек 6-7 столовых. Без горки. Вот. А так все по вкусу. Любите побольше манки? Делайте побольше. У нас просто народу много. Я этой крестюшки дам попробовать. Сегодня. На полдник. У нас в гостях еще девочки. Вот. Поэтому я манки побольше сделала. И посмотрю сейчас. Может и две пачки творога уйдут. В форме буду делать в большой. Тебе безумно понравилось готовить в керамической форме. Это форма из Галамарта. Обзор был. Девчонки, это что-то. Ничего не прилипает. Ничего не пригорает. Стеклянных у меня все равно может прилипать и пригорать. Здесь вообще как-то все идеально. Она изумительно легко моется. Изумительно легко. То есть я ее поставила, замочила на 15 минут в рамках. Она пришла, все. Просто протерла все. Вот эти приходится иногда отскабливать. Вот у меня форма старая. На ней еще налет какой-то. Вот тут уже коричневый. Есть новая, но она совсем огромная. Я не знаю, наверное, буду вот в этой готовить. Но если получится мало, может быть и сюда перелью. Я прям хочу еще себе керамическую. Хочу еще такую совсем маленькую, чтобы крестюшки может порционно готовить. И хочу еще побольше. Вот где-то такого размера приблизительно керамического. Не сравните со стеклом, девчонки. Вот прям вообще небо и земля. Ложила одну пачку творога, мне кажется, хватит достаточно. Сейчас сюда три яйца разбиваем. И будем все это дело взбивать. Потом туда выливать вот эту жижу. Жижу. И продолжать взбивать. Били до такой однородной консистенции средней густоты сметаны. Сейчас смазываем форму кусочком сливочного масла. И выливаем все. Ванилин забыла добавить. Сейчас добавлял. Видите, какая консистенция. Сейчас за счет манки все это затвердеет. И будет красота. У меня, в принципе, все это влезло и в керамическую форму. Но я боюсь, она сейчас поднимется, подойдет и выйдет за ее пределы. Так, все. Ванилин оставшийся перемешала. Ставим в духовку. Она у меня уже разогрета. Я, девчонки, ставлю на вторую сверху полочку всегда все. И на противень еще. Так ничего не подгорает, если вдруг забыла. Ну, просто, когда у тебя маленький ребенок, можно немножко забыть. Так, и поставим мы на минимум. Ну, не на минимум, на двоечку с половиной, почти троечку. И буду смотреть по ходу дела. Благо, у меня теперь свет есть в духовке. В духовке все разные. Температурный режим у всех разный. Крышки у всех разные. Поэтому я не озвучиваю время и температуру приготовления. Я вот где-то на троечку ставлю. То есть, это у нас будет почти 200 градусов, наверное, по факту. На троечку ставлю, на двоечку с половиной и смотрю. Если мне надо посильнее, долго готовиться, я к концу могу прибавить посильнее, чтобы она корочкой покрылась, как бы, и вытащить. Не вытащить, нет. Это я вам вру. Будем подглядывать, смотреть, когда готово. Выключать, но сразу вытаскивать не будем. Иначе она опустится, будет как подошва. Вот. Поэтому мы с вами ее приготовим. И она еще хотя бы минуточек 20, но в идеале подольше. Мне кажется, у меня дети сейчас разорутся, будут просить сразу. В идеале она должна еще постоять там в духовке выключенной. И остыть самостоятельно. Представлю бутылки со смесью с вечера. Это вам маленький лайфхак такой. Это очень удобно. И подогреватель, на самом деле, тоже очень удобен. Я его держу в режиме, где-то комнатной температуры чуть побольше. Ну, может быть, 30 градусов. Летом я вообще не подогревала. И сейчас, ну, даже не 30, а 25 градусов где-то у меня здесь выставлен режим. Я проверяю на бутылку, уже стоит в подогревателе. У меня готовы, у меня всего 4 бутылки. Я готовлю бутылки на ночь. Потому что мы едим ночью. Наливаю необходимое количество воды. Где-то 140 мы сейчас за раз съедаем. Нам 7 с небольшим месяцем. То кормят смесью. Этот лайфхак гениальный, девчонки. Я у кого-то его тоже подглядела очень давно, когда родила. Чем-то из просонья бежишь, наливаешь воду, проливаешь. Вот. Разлила водичку. Бутылки все закрыла. Поставила их в рядочек вот сюда. И когда мне надо, я подхожу, беру новую. Потом у меня скопились с утра уже это будет грязные бутылки. Я их все промыла как следует. Просушила. Опять налила водой. Поставила. Это очень удобно. То есть уже вода отмерена. Ты быстренько там пришла, взяла смесь, насыпала, пошла к ребенку. На самом деле удобно. Ну и зимой подогреватель тоже. Кстати, был еще дозатор для смеси. В покупках Алиэкспресс я вам показывала. Это такой как яблочко. Он есть еще и длинный такой ряды. То есть, допустим, вот почти 5 ложек смеси у нас 4 и 2 трети выходит на такое количество воды. Ты отмеряешь, в каждый отсек засыпаешь. Из каждого отсека потом пересыпаешь в бутылки. Я думала, это тоже будет удобно. Нет, 3 беден, девчонки. Потому что, чтобы ровно насыпать из этого горлышка, из этого отсека смесь и насыпать ее до конца, это надо потрясти. Гораздо проще и быстрее из банки ложки продозировать. В общем, она у меня где-то валяется. На случай вот на рвалку мы летом ездили, в поход мы летом ездили. Да, это удобно, чтобы с собой целую банку смеси не брать, когда едешь куда-то на день. Да, вот в этот дозатор, а не стоит копейки, девчонки, рублей 100. Вот в этот дозатор, да, себе отмерила смеси и взяла в каждом отсеке у тебя по определенному количеству ложек. А так, для домашнего использования вообще такая дребедень. Говорила, девчонки, видите, как она поднялась? Но дети не дают ей возможности отстояться, они просят сейчас. Поэтому я буду ее доставать. И она сейчас опустится. А жаль. Красотка такая. Сейчас будем резать. Вот такая хорошенькая получается. Сейчас сверху сметанки. Красота, она очень, девчонки, нежная. Не пойму, где мой фокус. От цветки лучше видно. Она получается очень-очень нежная и вкусная. Прям мягенькая-мягенькая. Кто не пробовал по такому рецепту, прям вот очень рекомендую. Ну, на этом влог буду заканчивать. Он у нас с вами такой кулинарный получился. Надеюсь, вам было со мной интересно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую, всем пока-пока.